Для в Рио гендиректора фонда капитального ремонта в Самарской области Михаила Архипова в наручнике атрибут еще непривычный. В Самарском районном суде решается вопрос о выборе для него меры пресечения. Напомним, по версии следствия, глава фонда разработал незаконную схему получения так называемых откатов с руководителей фирм-подрядчиков за содействие в заключении договоров и оплате проведенных ремонтных работ в многоквартирных домах в Самарской области. Его брат выступал в роли посредника при проведении оперативного эксперимента в момент передачи 220 тысяч рублей мужчину и задержали. На самого Михаила Архипова завели уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Однако в суде он заявил, что вину не признает, а все происходящее считает провокацией. Всегда служила Россия и ни в коем случае никуда не собираюсь убегать, скрываться. Хочу разобраться в сложившейся ситуации, считаю его неразумением, считаю какой-то провокацией со стороны подрядных организаций. Вымогательством не занимался, деньги за какие-то откаты объявлялся, не получал. Адвокат Михаила Архипова сначала попросил, чтобы прессу удалили из зала, однако судья ему в этом отказал. После чего Дмитрий Глинков стал настаивать на том, чтобы его подзащитного оставили под домашним нарезом. Архипов Михаил Валерьевич не является подозреваемым, имеет постоянное место жительства, его личность установлена. Им не было нарушено избранное какое-то меропрещение, поскольку и она не избиралась. Я говорю по основаниям именно избрания меропрещения, заключения по скарте. От органов предварительного следствия он не скрывался, никогда не было таких-то случаев, фактов. И при первом же вызове на допрос он всегда готов явиться в органы следствия. С такой позицией не согласились следователи. Получение денежных средств было обусловлено угрозами Архипова не согласовать объем выполненных работ и не произвести оплату в дальнейшем выполненных работ в пользу фонда капитального строительства Самарской области. Кроме того, мы полагаем, что Архипов, являясь руководителем данной организации, может оказать давление на сотрудников данной организации своими полномочиями в целях успехов производства по делу. Кроме того, по мнению следователя, подозреваемый может либо уничтожить какие-либо документы, либо наоборот, изменить в них необходимую информацию для того, чтобы воспрепятствовать расследованию дела. Судья к этим аргументам прислушался и оставил Михаила Архипова в СИЗО на два месяца. Архипова в СИЗО на два месяца.